Смотрите, я не очень хорошо себе представляю, насколько вы плотно знакомы с той темой, которая у нас будет сегодня. Сегодня, напоминаю, у нас лекция из линейки, которая по СИИ и по системному программированию. Поэтому, если, условно говоря, всем из вас будет близко знакомо то, что я говорю, вы там гудите с места, что ну это просто, давайте дальше, это неинтересно, вот это все. Потому что мне не очень хочется повторять, если это у вас было, повторять это по многу раз, а вот если не было, очень не хочется потерять людей, которые не в курсе и которым нужно действительно это рассказать. Значит, что сегодня я хочу рассказать. Смотрите, вот мы, я сваливаю на вас синтаксис языка СИИ, он простой. Берете любой учебник или даже, возможно, справочник, смотрите, что там написано и получаете удовольствие. Или не получаете, в зависимости от ваших вкусов. Мне в свое время язык СИИ понравился. Особенно есть случаи, что я учил после языка фарт-трап. Никто не стремится, потому что никто не знает, что такое фарт-трап. Это такой самый первый в мире язык программирования, неравный ассенберам. Я, кажется, рассказывал, что вы придумали математики. Ну вот, значит, синтаксис СИИ я сваливаю на вас, но какие-то моменты, которые для нас будут важны при изложении системного программирования, я хочу рассказать прямо сегодня. Во-первых, то, до чего мы не дошли на ассемблере, хотя в планах это было, ну просто вот, времени было не очень много. Это ситуация, когда у вас сборка вашей, компиляция вашей программы требует нескольких файлов. Не одного, а нескольких. В чем идея? Идея стоит в том, что у вас есть, ну не знаю, какой-то набор кода, который вы постоянно носите с собой. Ну, 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 неважно какой. Значит, вот у нас есть какая-нибудь, ну, какая-нибудь программа. И у этой программы есть какой-то кусочек кода, который вы на самом деле планируете использовать практически везде. Какой-то кусочек кода, ну, это, собственно, не очень важно. Вот. Ну, допустим, допустим, это какая-нибудь функция, которую вы постоянно используете. Там, допустим, такое, что-нибудь, дебух, да, там, от 30. Вот. И что это за функция дебаг, никто не знает, потому что, знаете, это только вы. Вы ее сами написали. Вот. И выглядит она примерно, ну, господи, как она может выглядеть. Кстати, описание void означает, что данная функция, ну, в действительности она какой-то интеджер, может, и возвращает, но на самом деле нет. Вы этим интеджером не пользуетесь. Кстати сказать, в C, так же, как в питоне, можно не пользоваться возвращаемым значением функции, если она возвращает int. В питоне вообще можно не пользоваться, а вот в C можно не пользоваться, если функция возвращает int. То есть, вот эта функция дебаг, она вполне себе может быть int. Давайте так и напишем. Вот. Но, как видите, при ее вызове, вы ее вызываете как процедуру, а не как функцию, потому что это допустимо вполне. Ну, давайте мы тут напишем f. А, давайте мы еще вот такую вещь сделаем, возможно, будет интересно. Ну, скажем, вот так вот. Что там? n, да? Ну, и return, скажем, m. Вот. Совершенно бессмысленная функция, которая выводит на стандартный вывод ошибок. Сейчас расскажу, что это такое. Выводит некоторое диагностическое сообщение, вот, и возвращает с номером. И возвращает этот номер в качестве возвращаемого значения. Значит, в чем особенность этой программы? Пока что мы говорим даже не про магнофайловую сборку, а немножко отступаем назад, говорим про некоторые подробности программирования на сей. Особенность этой программы стоит в том, что, во-первых, ну, давайте проверим, компилируется она или нет. Ух ты, у меня компилятор не стоит. Интересно, интересно. Ладно, попробуем поставить. Ну, вот. А то, что прототипа нет, это идея? Нет, не идея, сейчас мы ее напишем, спасибо. Сейчас должен был ворнинг вылезти именно про это, что у-у-у-у. В принципе, в принципе, по задумке авторов, когда вот в самой первой версии языка C, так называемая, керниганрическая, по умолчанию, если функция не описана, то она int. Ну, чтобы можно было ее не описывать. Не знаю, зачем это авторы сделали, видимо, от природной лени. Но, в принципе, считается, что это не очень хорошая идея, так сказать. Ну, ладно, не будем дожидаться, не будем дожидаться сообщения об ошибке. Если мы эти действительно поставим здесь, даже не так тогда, тогда давайте мы сделаем вот так вот. Если их описывать вот в таком порядке, прототип не нужен, потому что к тому моменту, когда эта функция вызывается, мы уже знаем, что она int, что у нее параметр int. Вот. Так, ну вот, давайте сейчас все-таки скомпилируем. Опс. Вот, что-то вроде, вроде она сработала даже. Ну вот. Обратите внимание, как я из редактора Vim вызываю внешние команды, но, в принципе, можно это сделать и без этого. Значит, вот у нас есть... Вот у нас есть наш файл .c. Вот мы его... Мы его компилируем. Ну, скажем, скажем, минус o, пример один. Помним, что ключик минус o означает создать бинарник под названием ex1. И вот у нас этот бинарник ex1. Мы его запускаем. И он пишет debug 30. Вот. Значит, прежде чем мы продолжим говорить про многофайловую сборку, давайте посмотрим, что это за волшебная такая штука stdr. Если, может быть, вы не знаете. Дело вот в чем. Что когда запускается программа, написанная на C, именно программа написанная на C, ну и как legacy, связанная с тем, что это один из первых таких вот системных языков программирования, подавляющее большинство других программ тоже. Когда такая программа запускается, ей передается три открытых файла. Два файла, открытых на запись, и один файл, открытый на чтение. Эти файлы имеют название стандартное в языке C. std-year, это стандартный вывод ошибок. std-out, это стандартный вывод. std-in, это стандартный ввод. И они, соответственно, могут быть перенаправлены, могут соответствовать как файлам, так и, например, поток ввода-вывода. Вот по умолчанию все три файла, это поток ввода, соответственно, std-in, и два потока вывода, это std-r и std-out. Вы можете эти потоки перенаправить прямо из операционной системы с помощью операции перенаправления вывода, и тогда у нас, ну, что ж, давайте попробуем. fprintf std-out, ну, скажем, message. Вот, ну, и, кстати, давайте еще и printf тоже вызовем, потому что он выводит туда же. printf Вот так, да, std-out, message. Вот. Вот эти три функции вывода, printf и 2fprintf. По идее, первые из них две должны вывести сообщение на стандартный вывод, а третье на стандартный вывод ошибок. Если мы сейчас все это скомпилируем, оно заработает, оно заработает, мы увидим, что это все попадает на экран. То есть у нас оба вывода и вывод ошибок и стандартный вывод, это один и тот же поток данных, а именно телевизор наш. Но мы можем с помощью операционной системы, например, перенаправить стандартный вывод в какой-нибудь файл. Делается это вот так. Что при этом происходит? При этом программе EX1 вместо открытого файла стандартного вывода, который соответствует нашему терминалу, передается, открывается и передается файл log на запись. Обратите внимание, что сообщения, которые были у нас направлены на std-out, вот они два, попали в лог, а сообщение, которое было направлено на std-out, как было на экране, так и осталось. Почему? Потому что стандартный вывод ошибок мы не перенаправили. Обратная ситуация. Если мы хотим перенаправить стандартный вывод ошибок, тогда мы указываем вот такую вот команду. Мы говорим, какой именно из дескрипторов мы хотим перенаправить по номеру. Нумеруются они так. 0 стандартный ввод, 1 стандартный вывод, 2 стандартные вывода ошибок. И получается ситуация обратная. У нас в файле log.er оказывается стандартный вывод ошибок. Ну, кстати, в файле в .log был стандартный вывод от предыдущей запуска. Ну, вот такие дела. Наконец, если мы захотим перенаправить стандартный вывод, мы можем сделать так же. Это вполне легко. Вот, ну, допустим, вот здесь вот, скажем, скажем так, print. Да, пишем тут переменную. Введем его, ее. Кстати, сейчас расскажу про введем. И здесь тогда будем вызывать i. Обратите внимание, ну, нет, давайте сначала посмотрим, как это работает. Вот мы вводим что-то. И вот мы выводим. Обратите внимание на то, как работает функция SCANF. Точнее, вот на эти две, на вот эту вот конструкцию. Помните, что это такое? Если вас правильно учили C++, вы не должны знать, что это такое. Черт, вас неправильно учили C++. Значит, да, если говорить теоретически, то это указатель на переменную i. Они, в действительности, это просто ее адрес. Тут есть, правда, один небольшой нюанс. Помните о том, что у нас есть три стратегии размещения переменных. Кто помнит, с прошлой лекции по C. Регистр, стэк, обычная память. Если это внезапно регистровывая переменная, то у нее, вообще-то говоря, адреса нет. Поэтому приходится как-то извращаться и говорить, нет, мужик, ты ее тут взять и адреса использовал, не будет тебе регистровая переменная i, обычная будет. Вот. Значит, регистр не обязательная штука. Свойство регистровости переменных не обязательное. В сии нету ограничения. Вы можете 100-500 переменных объявить как регистровые, а регистров у нас вот в MIPSE, например, свободных не так уж и много. Порядка двух десятков. Вот. Вам, возможно, выдадут сообщение, что регистров в гости не хватит, будем так, на стэк класть, но при этом работать программа будет и компилироваться будет. И то же самое и здесь. Да? Поскольку мы должны передать в функцию SCAF адрес, по которому будет записано значение, то нам нужен адрес в памяти. Вот. Не исключено, что есть какая-то оптимизация, какое-то хитрое раскрытие, какая-то обработка трали-вали, которая это переделывает. Но это свойство оптимизации. С средствами языка вы так не сделаете. Можно, кстати, проверить. Надо будет, на самом деле, проверить, что будет. Вот как будет компилироваться вот этот кусочек, если мы объявим и как регистровываю. Я не знаю. Надо посмотреть. Но я думаю, что она просто тихой сапой будет не регистровываться. Вот и все. Ну так вот, поскольку мы что-то ввозим, мы не можем сказать, дорогой SCAF, введи мне что-нибудь в переменную i. Почему? Потому что в c имена переменных, это так же, как в ассемблере метки. То есть мы говорим, если мы говорим просто i, это значит взятие содержимое по адресу i. То есть, если мы здесь вот амперсад не переставим, что передаст функцию SCAF? Которая равно чему? А кто ж его знает? Правильный ответ. Правильный ответ неизвестно. Там мусор в стеке лежит. Вот. Мы должны передать ей именно адрес. То есть там же дается какой-то рандомный метод? Что? Там же какой-то рандомный стеклянный метод. Он не столько рандомный, сколько оставшийся после вызова исполняющей системы. Может быть мы сегодня до этого дойдем. Смотрите, программа на C, в отличие от программы на ассемблере, начинается не прямо с мейна. Нужно подготовить память. Нужно довольно много чего сделать, прежде чем оттуда, изнутри вот этих кишок исполняющей системы C, будет вызван ваш мейн. Мы в прошлый раз это видели, кстати. Или не видели. Ну, короче говоря, программа на C выглядит гораздо больше скомпилированная, чем программа на ассемблере с тем же кодом, потому что помимо текста вашей программы, к ней еще присоединяется исполняющая система. То есть то, что обслуживает компилятор C, скомпилированную программу на C, и делает всякие штуки с ней. В частности, то, что вызывает функцию мейн, а вызывает функцию мейна, но, ну, обычным способом, набивая регистры A параметрами, делая jump and link. Вот это место как раз и... И да, и если там вызываются какие-то функции, если там используется стек, то в этом стеке прямо сейчас лежат те значения, которые туда положили, а потом сбросили. Так что нет, там, скорее всего, мусор. Ну, какого-то рода мусор. Вы всегда можете, кстати, проинициализировать, написать вот так. Тогда там будет 0. Но зачем? Хотя, в общем, считается правил хорошего тона инициализировать переменные значения, которых мы будем использовать, и не инициализировать переменные, в которые мы будем обязательно что-то класть, чтобы в случае, если мы положить забыли, компилятор нам выдал предупреждение, что вы используете инициализированные значения. Предупреждение, работать он все равно будет. Я напоминаю, язык программирующий очень добрый. Вы написали, он скомпилировал. Если это скомпилировать можно, будет запущено. Вот. Но это такое. Ну, а если вы ошиблись, ну, значит, страдаете. Вот. Значит, зачем я написал эту программу? Чтобы можно было, например, перенаправить ввод из файла. Смотрите. Вот мы запускаем эту программу просто. Нет, мы еще не запускаем. Да, она out называлась. Хорошо. Вот так вот. Вот мы запускаем эту программу просто. Вот. А вот, допустим, мы создаем файл, в котором пишем вот это самое наше число любимое. И запускаем эту программу с перенаправлением ввода. Обратите внимание на одну подробность, что когда вы здесь вводили 2, 3, 4, я здесь вводил и нажимал Enter, то на экране отобразилось 2, 3, 4 и Enter. А вот здесь вот 2, 3, 4 был введен из файла, поэтому Enter не отобразился, получилась вот такая вот ерунда. Не пугайтесь. Так должно быть. Понятно, да? Здесь я сам этот Enter нажал, он отобразился. Здесь, поскольку ввод происходил из файла txt, то выполнилось сначала вот это вот, а потом вот это. Вот здесь вот бэкслэшен. Вот, да, сначала вот это вот, да, а потом вот это вот. И поэтому получилось в накладочку. Мы такое, кстати, видели. Помните, мы это видели, когда делали кат-файл, у которого нет перевода строки в конце. Выводились все строчки файла, а потом подсказка шела прямо в той же строке. Вот здесь такая же картина, да? Выводилось одно сообщение, а потом сразу другое. Ну вот, можно даже написать вот так вот. О, будет перенаправлено все. Ввод и оба вывода. Мы с вами встретимся довольно быстро с ситуацией, зачем придумали разделение стандартного вывода и стандартного вывода ошибок. Если хотите немножко, ну, если хотя не теорию, то по крайней мере за уме на этот счет, я знаю, что не хотите, но все равно я скажу. Поток управления и поток данных нужно разделять. Представьте себе, что ваша программа обрабатывает данные. Она со стандартного вводит данные и на стандартный вывод выводит данные. Ну, не знаю, рассчитывает пенсию. И вот она, значит, вводит имя, фамилия, отчество, возраст, пол, и выводит там, допустим, полагающуюся пенсию. И внезапно выясняется, что нету в базе данных соответствующего пользователя, и ваша программа должна вывести диагностическое сообщение «пользователя нету». И вот у вас среди данных, где написано имя, фамилия, пенсия, получается «пользователя нету» и «ноль». И у вас, получается, такой поручик к кеже по имени пользователя нету. Понимаете? То есть, то место, куда вы выводите ошибки и то место, куда вы выводите данные, вообще, говорят, должны различаться. Понятное дело, что если мы рисуем какие-то окошечки, в одном окошечке одно, в другом окошечке другое, все очевидно. Если у нас обычные текстовые потоки, просто открытые файлы, да, то вот вам решение. Стандартный вывод ошибок и стандартный вывод просто. Вот они так выглядят. Это было такое небольшое отступление насчет переправления вывода. Я вот думаю, может быть, тогда его и дальше рассказать? Нет, не буду. Вот мы, когда научимся запускать процесс, тогда я его расскажу дальше. Значит, просто оно нам понадобится буквально на следующей уже неделе, когда мы будем делать домашку. Так вот, возвращаясь к нашему исходному посылу о многофайловой сборке. Представим себе, что эту функцию debug мы хотим использовать в нескольких наших проектах. Что мы можем сделать? Ну, самый простой способ, это, конечно, взять, открыть новый файл, назвать его там debulg.si, переместить туда нашу функцию debug. Вот. А здесь ее просто заинклюзить, написать что-то типа include debug.si. Что при этом произойдет? При этом компилятор из двух файлов, ну, на самом деле, из трех, потому что здесь и Stadiouage, а на самом деле и Stadiouage, потому что Stadiouage включает в себя include, еще include, еще include, еще include, компилятор состряпает из всех этих файлов один, точнее, не компилятор, а препроцессор. Помните, да, что C, прежде чем компилировать текст, обрабатывает его препроцессором, который занимается макроподстановками, в первую очередь. Ну, и include. И только после этого его скомпилируют. То есть, фактически, мы получим файл, который был, в этом месте появится наш содержимое файла debug.si, и это будет скомпилировано. Давайте попробуем это сделать. Вот. Ну вот, как видите, ничего не произошло, функция debug там есть. Давайте мы сделаем немножко по-другому. Давайте мы сделаем вот так вот. cc-e, кажется, это делает. cc-e, вот, точка c. Нет, давайте не буду палиться, давайте сделаем так. Значит, что такое cc-e? Как вы могли догадаться, если вы подглядели, что я делал только что, это вызов одного только препроцессора. То есть, в результате получается файл на языке программирования c, который состоит из всех команд, всех файлов, которые у нас встречались с инклюдами, с подставленными макросами, которые встречались в макросах и так далее. Выглядит это довольно угрожающе, кстати. Вот. Это всякие инклюдники, которые встретились нам по ходу. Вот. Вот. Это, собственно, стадиоаж к нам приехал, который, как видите, включает в себя еще гору всяких инклюдов. Вот. А, это номера строк. Или количество строк, не помню. Нет, номера, номер строки. Номер строки чего? В том файле, который мы сейчас инклюзим. Вот что такое в конце, я не знаю. Как видите, довольно много всяких описаний. Где же наша программа? Поищем main. Наша программа встретилась на 744-й строке. Во. Такая вот, мне кажется, кстати, этот код нельзя скомпилировать. Или можно? Давайте попробуем. О, можно. Вот. Знаете, для чего это нужно? Для того, чтобы выводить сообщение об ошибке. Вот если ошибка будет в этой строке, вам компилятор скажет, что она в четвертой строке файла debug.c. Кстати, давайте попробуем. Видите, да? То есть мы-то с вами обрабатывали файл под названием при процессе .c, и строка там была 700, фиг знает какая. Но компилятор говорит, в файле debug.c у вас вот такая вот проблема в четвертой строке. Вот. Он говорит, вы знаете, вы туда это, ну, кавычка что ли, вставьте, да? Или нет. Он не настолько умный. Он говорит, может вы забыли, может вы забыли вызвать функцию. Ну, короче. Такие дела. То есть это к вопросу, к вопросу о номере строчки. Так. Ну вот. Вот, собственно, место, где у нас был include наш debug.c. Вот он начался, вот он сюда закончился. Зачем она распилила один вызов F-принфа на лексемы, я вам не скажу, но она распилила, видите, тут аж три строчки получилось. Ну, вы можете узнать, F-принфа, это, да, мя-се. Это было слово месседж, написанное рано по утру. Вот. Мя-се. Ну, ладно. Значит, хорошо. Такая вот штука. Кстати сказать, иногда бывает полезно, особенно на C++, хотя нет, в C++ нет include, а есть include. Особенно в C++ бывает полезно сделать Cc-e для того, чтобы посмотреть, кто же такое там определил, на что у вас ошибка вылезает. Вы ошибки не делали, а в выводе какое-то там несоответствие типов, отсутствие отсутствия какого-то имени в неймспейсе и так далее, и так далее. Да? Вот Cc-e и его внимательное чтение может вам помочь. Единственный недостаток состоит в том, что даже в таком простейшем случае он уже 700 строк занимает. То есть читать надо уметь очень быстро. Так. Ну, да ладно. Значит, вариант с include. Это как бы не очень интересно. Вариант с include. Потому что, смотрите, какая штука. нам придется компилировать вот этот кусочек кода все время. Нам придется создавать нашу программу как матрешку, собранную из других кусков кода. при том, что вообще говоря, мы можем их не хотеть менять. Мы хотим написать вот этот дебаг и пользоваться этой функцией, не пытаясь каждый раз компилировать. Вот тут мы приходим к настоящей многофайловой сборке. Тут надо вспомнить, что на самом деле компиляция C-шная состоит не из двух стадий, а из трех. первая стадия припроцессор, вторая стадия собственно компилятор и третья стадия компоновщик. Потому что компилятор делает так называемые объектные файлы. Давайте что ли я это запишу, потому что ну хотя я думаю лучше вы запишите. Да? припроцессор компилятор компоновщик. Припроцессор из файла на C делают вот такой файл на C страшный и ужасный. Компилятор из файла на C делает файл на самом деле на ассемблере. Так что 4. Дальше идет оптимизатор, который берет файл на ассемблере и перестраивает что-то и дальше он из файла на ассемблере делает файл на объектный, но ассемблерную стадию пропустим. Результатом работы собственной компиляции является объектный файл. Можно, например, сделать вот так вот. cc o.c минус c, по-моему, минус o.o.o. Вот. Это бинарник, как видите. Кажется, я сказал неправильно. Вот. Минус c маленькая. Минус c маленькая означает только скомпилировать, не компоновать. Как видите, это бинарник все равно. Вот. Состоит из какой-то ерунды. Вот. Командочка файл говорит, что это некоторые 64, елеф 64 бит. Это к вопросу о формате этого файла. Возможно, мы успеем поговорить, что такое елеф. Вот. Там очень смешно. Бинарный формат называется элф, дворф, еще чего-то. Вот. Значит, он не является программой. Ну, даже если мы его, он не запустится. Видите? Вот. Это такой полуфабрикат, в котором C-шный код превращен в ассемблерный и далее уже, собственно, в код, в автокод, в автокод вашего процессора, но в котором еще нету, ну, давайте посмотрим, посмотрим просто размер. Вот так выглядит наша программа вместе с исполняющейся системой C. Видите? 23 килобайта чего-то бинарного кода. А вот так выглядит наша программа, наш объектный файл, сделанный из нашего файла на C. Видите? 2 килобайта чего-то. Значит, оставшиеся 21 килобайт еще пока к нему не попали. Что в этом файле нету? Чего в этом файле нету? В этом файле нету никаких библиотек, с которыми он должен быть слинкован. Самой исполняющейся системой C. Фактически это только ваш код. Вот. Ну, давайте попробуем. Обычном надо тоже ставить. Сейчас поставим. Вот. Фактически это только переведенный на ассемблер вашей программы, возможно... Чего тебе не нравится? А, она вместе с C приехала, понятно. Вот. Это правда ассемблер, как видите, я работаю сейчас на машине архитектуры x86, поэтому ассемблер для вас незнакомый. В числе прочего, обратите внимание, переменного размера команды. Одна команда может быть, например, 6 байтов. Вот. Ну, да не очень важно. Важно то, что, как видите, не так уж много кода в этом самом файле. Это, что я сделал? Я дезассемблировал, дезассемблировал, превратил в код на ассемблере filo.o. Конечно, в следующий раз надо будет все-таки это делать из эмулятора или на вот этой самой на мипсовой машине, потому что это, конечно, все страшное. Вот. Но в данном случае мне не интересен сам код, а интересно, что тут какой-то в этом коде присутствуют только те функции, которые мы описали. Функции дебаг и функции мы. Все. Больше ничего тут нет. Видите? Ну, ладно. Да, ну тут надо тогда заводить шарманку с этим самым эмулятором. Ладно. Испугались? Кстати сказать, я не уверен, что мы успеем этому уделить много времени, но обратите внимание, насколько разные могут быть системы команд у разных архитектур. Вот это вам, пожалуйста, ассемблер для x86-64 и он ну совсем не такой. Во-первых, там очень мало регистров. Во-вторых, там переменный размер команды. В-третьих, там бывают команды очень сложные. Вот. Всякие. Вот. И они неизвестного размера. Это так называемая циск архитектура, комплекс instruction set computing, который говорил на самой первой лекции, то есть попытка запихать в одну команду все, что может быть, в одну инструкцию все, что может быть нужно программисту на ассемблере. Выглядит это примерно вот так. Ну да бог с ним. Испугались и проехали. Смотрите. Дальше мы берем этот файл, который и пробуем его собрать скажем минус о и екс все тот же екс, но екс2 допустим. Обратите внимание, что я совершенно по-читерски воспользовался компилятором си для того, чтобы на самом деле превратить объектный файл в бинарный, что на самом деле задача вовсе не компилятора си, а компоновщика. На самом деле следовало делать так. Ага. Смотрите. Компилятор си за нас проделал какую-то работу, которую мы сейчас пытались проделать руками. LD это компоновщик. Мы пытаемся сделать из оо бинарник екс2 просто обвозим обычного компоновщика. И он собственно нам говорит то, о чем было сказано за эту лекцию уже несколько раз, что в нашем файле о.о, если мы собираемся из него делать бинарник, не хватает stdout, fwrite, stdr, fprintf и еще некоторого символа старт, с которого начинается выполнение программы. А где они все? А Бог их знает. Давайте попробуем вот так сделать, что ли. вау. Да. Давайте посмотрим. Значит, что я сделал? Я вызвал компенсацию с ключиком минус v от слова verbose. По идее, она должна была мне сказать, какую команду она сейчас выполнит. пытаюсь понять. Это коллег 2. Мне нужен ld. А давайте вот так вот сделаем. И что? Где ld? А. Может вот так? Build. Непонятно. Во! Сейчас найду. кошмар. В общем, не так это просто. Вот. Давайте просто посмотрим на вот эту строчку страшную и ужасную и посмотрим, из каких файлов в результате наш файл ex2, вот она, опция минус ex2 сюда приехала. Из каких файлов он собирается? Он собирается из файла o.o. Вот он. o.o. Он собирается из o.o. Из стартового файла, вот он лежит, страшный, вот он, crte.i. Из файла crte.1, из файла crte.begin. Все эти файлы прилинковываются при сборке нашего, при сборке нашего бинарника. Именно они попадают в какое страшное, crte.n еще. Именно они попадают вот в этот финальный бинарник, именно поэтому он занимает 20 килобавит, а а не 2. Слушайте, но как-то я хочу это все-таки упростить. Ну-ка, 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 минус lc какой-нибудь. o. И минус нет. Нет. VGCS. Нет. Чуть и не нравится. Ну ладно. В общем, разбираться мы с этим пока не будем. Мы к этому еще вернемся, к тому, как в системе ищутся библиотеки. Давайте мы возвратимся к нашему читерскому алгоритму, который состоит в том, что мы можем взять несколько файлов на, несколько файлов объектных и собрать из них один бинарник как нужно. Что это нам дает? Это нам дает возможность вместо вот здесь вот, вместо вот такой штуки сделать примерно так. вот обратите внимание, теперь у нас инклюда не будет. Мы будем эти файлы компилировать раздельно. Сначала один. Обратите внимание, вот теперь у нас есть ошибка, та самая. Кто говорил про прототип из вас? Да? У нас не описана функция дебаг. Син нам говорит, слушайте, тут какая-то функция, ну пускай она будет, ну, только тут минус С еще. Пускай она будет, ну, это, целочисленная. Implicit declaration. Вот. Объявление по умолчанию, по умолчанию она целая. Давайте мы исправим это дело. Напишем что-то типа int debug. Вот так выглядит прототип. В нем возвращаемое значение и типа всех переменных. Вот. Все хорошо. Теперь давайте еще дебаг сделаем. Ха-ха-ха. файл дебаг не компилируется. Почему? Да потому, что мы не объявили, например, в нем функцию printf. Как так? А все эти объявления, как нам мудро подсказывает компилятор, лежат в файле std.oh, так что в дебаг надо было его вписать. Вот это надо сюда вписать. поскольку мы вызываем printf, f, printf и так дальше, то понятное дело, что без объявления этих функций ничего дальше не пойдет. О. Вот у нас появилось два файла. o.c и debug.o. o и debug.o. И теперь из них мы можем сделать один. Интересно-интересно. Да, но он просто ничего не ввел и мы увидели как раз тот самый мусор. Вот. Когда я ввел слово вместо числа. Обратите внимание на то, что порядок объявления функций не важен. Мы могли написать так, а могли написать и вот так. Мне кажется, это будет все равно. Вот. Почему? Потому что, как мы с вами договорились, начало программы, старт программы начинается с файла, с функции main, которая вызывает, на самом деле, старт программы начинается с метки start, которая заложена в недрах нашего вот этого бинарника. Ну, короче, глубоко там. Так. Ну, отлично. Чтобы немножко оправдаться перед вами за вот эту вот ерунду, с которой я обещаю, что мы разберемся, и показать, что еще можно сделать из вашего файла, расскажу вот про что. Смотрите. Представим себе, что у нас таких функций, вот, типа дебага, написано, ну, овер дофига. Очень много. На самом деле, кстати, я вас обманул, и если мы, ну, как обманул? На самом деле, я не всю правду рассказал, это не значит обманул. Давайте мы посмотрим, какой сейчас у нас размер, размер нашего файла X3, да? Вот он. На самом деле, это маленький размер. Туда не влезло очень много из того, что на самом деле используется. Сейчас расскажу, почему. И на этом мы как раз сегодня закончим. Так вот, на самом деле, я вас обманул, в том смысле, что если мы хотим, чтобы получился исполняемый файл, который содержит все, что работает при запуске программы на C, нам нужно компилировать его статически. Давайте это сделаем. o.c, debug.c, минус static, минус o, там, ex4. Ага. Нам нужна статическая библиотека. Сейчас поставим. glib.c.devil static. По-моему, так это называется. Да. Вот. Значит, обратите внимание, библиотека занимает 15 мегабайт в архиве. Вот. Значит, давайте сейчас посмотрим, какого оно размера. 6 мегабайтов. Файл. Программа из 30 строчек внезапно превратилась в 6 мегабайт. И теперь я постараюсь рассказать, почему оно такое. Это тоже очень важная тема. Механизм того, как это работает, мы, наверное, разберем чуть позже. Оно называется статическая и динамическая линковка. Дело вот в чем. Что если вы генерируете файл обычным компилятором, то, скорее всего, в этом файле лежит далеко не весь код, который будет использован при старте, потому что часть из этого кода лежит в библиотеках, которые оформлены как так называемые разделяемые библиотеки. Вот в данном случае наш файл EX3 использует две дополнительных библиотеки. Ну, собственно, одну. Это библиотека Lipsy, то есть та самая исполняющая система C, о которой много раз говорилось. Вот большая часть кода на самом деле лежит здесь. В файле EX3 лежит только код, необходимый для вызова нашей программы, работы ее, а всякие функции, которые мы собираемся вызвать, лежат в Lipsy. Если мы говорим, что мы хотим, чтобы в нашем бинарнике лежали вообще все файлы, то мы должны сделать так называемый статический бинарник, в котором будет, сейчас я попробую показать, вот если я скажу вот так вот, какие переменные и вообще имена определены в нашем бинарнике EX3. Тут куча всяких кишок, исполняющих систему IC, но мы увидим здесь main, мы увидим здесь наш debug, где он тут? Вот, debug, который мы определили, да, мы увидим здесь printf, который мы вызывали, мы видим здесь put s, ну это неважно, stder, stdout, вот, fprintf и куча всякого другого. Обратите внимание на то, что среди этого безобразия встречаются буквы u. u означает, что данное имя не определено в этом коде, определено где-то еще. fprintf мы с вами не писали, его нету, да, scanf мы с вами не писали, его нету, fwrite мы не писали, start мы не писали, мы написали main, мы написали debug, они все t определены, вот. Все эти функции и или глобальные переменные будут взяты из библиотеки липси, вот отсюда. давайте попробуем сказать nmx4. x4, напоминаю, это статически собранный бинарник. И мы внезапно обнаруживаем в нем все возможные функции, которые мы можем встретить в библиотеке си. Вот смотрите, ну давайте сначала посмотрим, сколько их там всего. 1820 строк. 1820 имен глобальных переменных и функций были скомпилированы в наш бинарник, потому что туда приехала вся библиотека си целиком. Видите, там какие-то зероез, что такое зероез? Не знаю, что такое, она тоже не знает, что такое зероез. Ну короче говоря, ну вы видите, ни одной из этих функций мы сами не использовали, они нам не нужны. но они сложены в библиотеку, а библиотека на самом деле это такой набор этих самых объектных файлов, заранее скомпилированных и собранных в один архив. Давайте попробуем даже я, наверное, могу показать, как это выглядит. Сейчас. Нам нужна вот эта библиотека Lipsy. я хочу просто посмотреть. O, похоже, T. R, T, вот эту всю фигню. О, смотрите, значит, вот этот файл Lipsy.a, он, кстати, большой довольно-таки. Давайте сделаем его human readable. 36 мегабайт. Вот. В этом файле Lipsy.a содержатся всевозможные это просто архив, в котором лежат вот эти вот все объектные файлы. Сколько их ни на есть? много. И когда мы компилируем с ним программу, все функции, помимо этих объектных файлов, там лежит еще таблица всех функций, которые там определены, и все функции, которые нам нужны, соответственно, выковыриваются из этого файла все нужные объектные файлы, с которыми наша программа должна быть скомпилирована, и все это собирается в один код, в случае, если мы компилируем статически. То есть, вот эта команда, где она тут, делает буквально следующее. Она берет файл OC, файл debug.c, компилирует их до объектного кода, просматривает, какие имена там не определены, а это довольно легко посмотреть. Вот, у нас неопределен debug, у нас неопределен scanf, у нас определен принт, и у нас неопределен какая-то штука из исполняющей системы C, которая должна тестить стек. Вот, и то же самое с debug. У нас неопределены вот разные такие функции, которые мы в результате вызываем. Обратите внимание, что тут есть, например, fwrite и put s, которые мы вообще не вызывали, но это, скорее всего, макрос fprintf раскрывается вот в эти строки. Ну так вот, вот эта команда формирует два таких файла, смотрит неопознанные функции, если мы не указали никакую другую библиотеку, она лезет в стандартную библиотеку C, смотрит, в каком из этих объектных модулей, которые заархивированы туда, лежат эти нужные нам функции, разархивирует их, и все эти объектные модули компилирует вместе с нашими o.o и debug.o в один большой бинарник, который называется EX4. Именно поэтому он получается размером 6 мегабайтов, но именно поэтому он не получается размером сколько там было? 36 мегабайтов, да, потому что оттуда взяты только те модули, в которых есть нужные нам имена. Вот это все сложено в одну кучу. Такие дела. Возвращаясь вот к этому, а что же, что же, за счет чего мы так драматично уменьшили размер исполняемого файла динамически слинкованного? За счет того, что все эти, да где там ldd, что все эти функции остались в так называемой динамической или разделяемой библиотеке, которая вот эта, вот это это загрузчик, загрузчик бинарного формата в памяти, а вот эта вот разделяемая библиотека libc, та же самая, но оформленная в другом стиле и при запуске этой программы, только при запуске этой программы происходит связывание. То есть в программе x3 неопределено куча разных, мы по-моему смотрели это, да? Вот. Неопределены все эти функции, их нету в этом бинарнике. При загрузке программы x3 в память будет также загружена еще и вот эта библиотека, и в тот момент, когда она будет загружена, мы будем брать из нее, искать в ней вот эти функции. Если найдем, если не найдем, то получится вот такая фигня. Да? он скажет, не нашел функцию start. А функция start, кстати, лежит в одном из этих CRT, чего-то там в файлах. Я забыл, как он называется, мы в следующий раз покажем. Так, всех запутал? Задавайте вопрос. Желательно глупые, а то я не отвечу. И обратите внимание, у них разный даже тип. У x3 он видит, что это динамик или линкет. Use it shared lips. А у x4 он знает, что это статики линкет. В следующий раз, в следующей лекции по СИ мы еще поговорим про отладчик и про то, что там еще отладочная информация гора на самом деле. То есть, если мы удалим отладочную информацию, она будет все-таки не 6 мегабайтов, а поменьше. Вот. Главная разница между этими двумя программами, что это два принципиально разных формата загрузки бинарника в память. Динамический формат требует дополнительного позднего связывания, так называемого, то есть, нахождение всех вот этих имен в тех библиотеках, с которыми мы были, с которыми мы его слинковали. А статический формат, в нем это нахождение уже проведено. Мы уже залезли в libc.a, уже вынули оттуда все объектные файлы, в которых нужны нужные нам имена, и все это слепили в одну кучу. Вот. У меня осталось четыре минуты на то, чтобы рассказать, как, давайте мы прям сюда его впишем, как воспользоваться какой-нибудь еще библиотекой. Ну, например, какой-нибудь математической. есть моя любимая функция от n2, про которую я рассказывать не буду, я просто прочитаю, прочитаю, какие у нее параметры. Она типа double, и у нее два параметра. Очень хорошо. Давайте сюда прям впишем. Print. от n2. А, кстати, можно даже вот так сделать. Print. Ой, я забыл. По-моему, вот так вот. Или вот так вот. Не помню. Сейчас посмотрим. Я забыл, какой формат соответствует. Мртс. Мртс. Это неправильное слово. О. А, ну да. Да. Ну да, конечно, мы теперь должны еще еще debug.se. Ну, давайте не так сделаем. Давайте вот так сделаем. Во! Шикарно! Значит, обратите внимание на то, что она не может скомпилировать нашу программу, потому что функция от n2 где-то там лежит. Она лежит в библиотеке под названием либо мы. Вот. Вот статическая, вот динамическая. С какой хотите, с такой линкуетесь. Вот. Можно теперь, значит, сказать так. Да, для того, чтобы подключить библиотеку под названием m, ну, либо мы, к компиляции, нужно сказать минус lm. О. Сейчас, только давайте минус o ex5. Обратите внимание, что ex5 чуть-чуть побольше стал, потому что к нему приехала из либме, из математической библиотеки, приехал наш шатан-2. Ой, а что это он? Я сначала считаю, потом ввожу, конечно. О. Вот. То есть, для того, чтобы использовать функции, которые лежат в других библиотеках, мы должны их подключать с помощью ключка минус l и дальше тот кусок имени библиотеки, который лежит после слова lib. Вот. Довольно забавно, например, раньше при компиляции в Windows, при компоновке в Windows, использовалась библиотека, которая называлась Liberty, потому что в ней были всякие функции, которых в Windows нет, а в Unix есть. И поэтому приходилось писать здесь минус liberty, а сам файл назывался liberty. Ну, потому что l, а дальше liberty. Вот. Соответственно, если вы пользуетесь еще какими-то функциями, вам нужно все эти разделяемые библиотеки подключать при сборке, вот, или, если вы хотите использовать их статически, то, соответственно, вам нужно, чтобы была статическая библиотека, но, как вы понимаете, программ стал еще больше, потому что мы нашли в библиотеке libm.a нужный объект, в котором есть этот двойной, этот самый ATAN2, и с ним скомпилировать. Так, это, пожалуй, максимальная сложность того, что я хотел сегодня рассказать. Вопросы, пожалуйста, задавайте, чтобы тупых мест не оставалось. Единственное, я не знаю, может, я это прослушал, что разница между, ну, это было динамически связано и статически связано, там, вот, X4, X3, X4. Смотрите, да, был кусочек, который, я его повторю, значит, это разного вида бинарники. При загрузке статического бинарника у вас сразу загружается в память бинарник, в котором есть все нужные вам имена, то есть, это фактически готовый бинарник, примерно то, что у нас там, вот, например, на ассемблере делается. При загрузке динамического бинарника, видите, при загрузке динамического бинарника ему не хватает функций, которые лежат в соответствующих библиотеках, с которыми мы его компилируем. Эти библиотеки продолжают лежать в нужных местах операционной системы, и удовлетворение, зависимость удовлетворения вот этих ссылок происходит только на этапе запуска. Вот мы запускаем, и выясняется, что какого-то символа на самом деле нету, и он ругается. Я хотел привести такой пример, просто не успеваю уже. Вот. но вот смотрите. Вот все неудовлетворенные символы, которые есть в нашем бинарнике под названием EX5. Вот эти все лежат в липце, потому что это часть исполняющей системы липси. А вот это вот лежит в липси. Ну, потому что это часть липси. Я не ставил. Он распространится с ним, но просто если посмотреть, то он будет в липси. Это, кстати, знаете что? Это версия API. Версия API. Помните? Три вида интерфейса. Бинарный, программный, командный. Мы сейчас работаем в основном с программным интерфейсом. Во что он там компилируется? Это бинарный интерфейс. В принципе, если бинарный интерфейс изменился, то такую библиотеку использовать нельзя. Вы будете вызывать функции не по тем правилам, не по тому API, которые вам предоставлены. Вот. Поэтому, видите, тут всегда написано, какого рода API там предоставляется. На самом деле, я попробую в следующий раз показать, библиотека Глипси больше десятка различных видов API предоставляет. Просто, чтобы можно было с ней компилироваться и так, и сякое, и разы так. Вот. В данном случае это API 225. А вот здесь, видите, 2.7. Он чуть более новый. Вот. Был такой, сейчас закончу, был такой кибиш в Linux-среде, когда у либо стадей C++, это стандартная библиотека, исполняющая систему C++, изменился API таким образом, что со старыми бинарниками нельзя было компилироваться. Объектниками, точнее. И надо было все-все-все пересобирать. Он не всегда менялся, но там было значительное изменение, некоторые программы просто переставали работать. То есть, ты ему подсовываешь другой, либо с TDC++, он говорит, не буду работать, у тебя API поменялся. Это очень важно, потому что никак по-другому мы это отследить не сможем. Очень важно записывать в объектник, какая версия API используется. Потому что, ну, с точки зрения C мы же ничего не знаем. Ну, функция, ну, у нее сколько-то параметров, ну, мы их положили куда-то. Дальше, бац, сделали jump and link. Кто за нас будет разбираться, правильно ли мы эти параметры куда-то положили или нет. Вот за нас это делает компилятор, точнее, компоновщик. Такие дела. Еще вопросы? И нам, наверное, пора уже уходить. Все. Значит, я постараюсь то, что я рассказал, изложить связное. Если кто-то делает конспекты, я бы очень был благодарен за конспект сегодняшней лекции. Вот. Потому что у меня вместо конспекта план маленький. Вот. Все силы ушли на оценки. Вот. Ну, собственно, все.